Я такая, сижу в работе и думаю, блин, ребят, сижу на работе встречи, вы бы знали, как я сейчас себя чувствую. Я такой, ну ладно, окей, что, я человека грубить буду, что ли, типа, ну а сам сижу, весь потею. Возможно, пару раз я буду выглядеть как дурачок, и такой, а вы Анина мама? У нас тут это, новый формат, да? Вот привыкайте, мы тут уже с Ваней бывалые, мы тут, типа, как дома. Вы как эти, вы как деды, которые на серфинге такие, welcome to the internet, follow me. А мы здороваемся в новом формате, или вообще? Вообще нет, с ноги просто влетают. Нет, мы здороваемся, не хочу. Просто, просто скидаем микрофон. Это такая, это почти что восьмая миля, ну просто надо кинуть микрофон в какой-то момент, когда тебе надоело и все. Не, ну мы поздоровались в прошлый раз. Вот я, Ваня. Я, Аня. Так, подождите, ребят, ну все-таки, это подкаст Хоба. Если вот кто-то сейчас зашел и вообще не понимает, что здесь происходит, надо сказать, что это за подкаст, как вы сюда попали. Это подкаст Хоба. Здесь раньше мы встречались, обсуждали новости какие-то, которые подобрали за неделю всякие. А теперь никаких новостей, мы просто что-то говорим. Но то, что остается неизменным. Отзывы и оценки. Ставьте нам, сердечечки, всякие комментарии. И у нас есть бусти, и у нас есть... Патреон у нас есть, или нет? Ну, есть. Конечно. А, ну вот, и Патреон. Да, значит, заходите, располагайтесь. Всем приветики. Я Лев. Я Адель. А я Коля. Я думал, как отмазаться и ничего не сказать, но надо сказать, что да, вот я Коль, да. Все говорят, неудобно уж, окей. Слушайте, а вы... Что-то остается неизменным, да. Вы объяснили, да, в прошлый раз, почему мы пришли на этот формат, да? Да. Потому что это все заеб**но. Ну, если коротко. Все заеб**но. Теперь такой формат. Возможно, это не навсегда. Да, мы сказали, типа, нас все время ругали за то, что мы не подготовились к новостям, а теперь мы говорим, да идите вы нахер, мы и не собирались готовиться. Даже не пытались-то. Нет, в смысле, теперь мы всегда готовы к выпуску. Слушайте, а можно я еще закину причинку одну? Пусть она тоже будет озвучена во втором выпуске Лейтовой Хобби. Немножко о том, что мы вот собирались и разговаривали на шестерых, что же нам делать теперь. Потому что казалось, что просто обсуждать новости, как ни в чем не бывало, смысла нет. А потом мы решили обсуждать, видимо, не новости, не только новости, а вообще все подряд. Но, короче, такой формат без рамок и без границ, он, кажется, даст нам чуть больше свободы и возможности не быть скованными каким-то обычным форматом какой-то обычной прошлой жизни, которой нет. Я тут подумал, может быть, и это выльется в еще один плюс. Я просто эти вещи тоже как-то на эти темы рассуждал в прошлый раз. У меня еще одна мысль в голову пришла. У нас нередко происходило такое, что кто-то отказывался записываться из-за того, что думал, ну, или был очень вымотан и не был в состоянии искать что-то новость, какие-то новости, что-то изучать. И поэтому просто предпочитал как бы, ну, пропустить. Да, Зенни подготовил, стыдно, что ли. Да, да, да. А тут такой формат, он как бы сам по себе ни к чему не обязывает. И, может быть, наоборот, приведет к тому, что нам чаще захочется записываться из-за того, что это будет, в первую очередь, расслабляющим каким-то времяпрепровождением непосредственно для нас. Вот сегодня нас пятеро, и это довольно редкая картина для новостных выпусков. Так, и что дальше-то происходит? Что дальше происходит? Дальше, вот, как у тебя, Аня, дела вообще? Рассказывай. Что новенького? Давно не виделись. Я третья неделя на антидепрессантах. Такая вам новость. Так, как? Как? Расскажи. Я, на самом деле, даже думала, вот мы когда обсуждали с вами тоже, что можно делать с подкастом, мы обсуждали ещё, что можно делать какие-то спешл-выпуски про темы, которые мы сами копаем там со всех сторон. И я много чего читаю про антидепрессанты, про их работу сейчас. Короче, я думаю, что как-то, может быть, в отдельный выпуск это вынести даже, не знаю, потому что, конечно, тема очень интересная, противоречивая с разных сторон. Но я словила огромное, огромное количество побочек. Просто я пережила, мне кажется, в один из дней афганскую войну. Не знаю, можно ли сейчас так говорить. Но, короче, много чего у меня было. Но сейчас уже нормально всё выправилось. Я повысила немножко дозу, но не до конца, не до той, которую мне ещё прописал врач. И пока на ней. Были ужасные побочки, были и очень смешные побочки. Короче, я два дня ходила просто как будто бы эффект точно такой же, как ты под... Ну, не настолько интенсивные, но вполне себе чувствительно. В общем, у меня аж даже зрачки были вот такие большие. Я подумала... А ты становилась более искренней? Они не работают на искренность. А тебе нравилось трогать стены? Ну, условно, я просто хочу понять все эффекты, которые ты получил. Он же работает так, что высвобождается очень большое количество серотонина. И типа похожий эффект получается? Сейчас кархарот нас, наверное, будет проклинать, когда будет слушать эти медицинские обоснования. Но вот те, которые антидепрессанты, которые у меня, это ингибиторы обратного захвата серотонина. То есть они тоже завязаны на серотонин. Но эффект реально похожий. Я потом пошла гуглить, конечно. Его нету в побочках перечисленных. Но я нашла там всякие треды на Reddit, где это обсуждают. И поговорила со своим психиатром. Он сказал, что в целом не специфично, но может быть такое. Но ощущения, да, такие. Ну, то есть тактильно очень, да, всё сильная тактильность. Там какие-то мурашки постоянные такие по телу приятные. В целом, ну, такое достаточно ощущение лёгкое. Забавно, что при этом, то есть вот я два дня примерно с момента, как я утром принимала и до вечера, и так вот два дня подряд я была в таком состоянии. При этом тебе же нужно идти по работе, там ещё что-то. Я такая сижу работа и думаю, блин, ребят, сижу на работе встречи. Вы бы знали, как я сейчас себя чувствую. Ну, ничего, нормально. Так и чё, эффект-то непосредственно есть, работает тебе лучше? Или я не знаю, какого эффекта нужно добиться? Три недели, мне кажется, мало для того, чтобы прям... После двух недель должно первое появляться, но я первые две недели была на совсем крошечной дозе, потому что словила очень большие побочки. И сразу её сильно прям снизила. Мне кажется, что эффект есть. Очень сложно понять, потому что я... Ну, настолько большие были побочные эффекты на старте, то есть меня там просто в дикую паническую атаку вывело, долгую. И у меня просто мозг вообще не работал. Это было очень страшно. И там с физиологически разной штуки. Что я, значит, промучилась бессонницей всю ночь после этого в этом состоянии. Там и весь день не проснулась. Ну, встала, когда на следующий день я такая... Я должна сделать всё, чтобы мне не нужно было пить таблетки. Потом я продолжила пить таблетки, просто с более низкой дозировкой. Но это меня пынуло очень сильно в сторону того, чтобы как-то вообще посмотреть на своё состояние эмоциональное на протяжении там большого количества лет последних, как на какое-то состояние, с которым мне нужно постоянно работать каждый день и работать с тем, чтобы не было там этого долгого там депрессивного состояния. И, короче, ну, там есть разные инструменты, не только антидепрессанты. Есть и физические, и там спорт, и медитации, и всё подряд. И там терапия, конечно, я продолжаю. Есть разные методы терапии. И, в общем, я активно что-то начала такое делать. И немножко ещё там в жизни кое-что поменялось. И поэтому я не знаю, где здесь чей эффект. Но мне кажется, что антидепрессанты тоже как-то этому способствовали. Но там всё, их нужно принимать курсом от 6 месяцев, а то и больше. Меньше не имеет смысла. Так что это такая долгая очень история. И я только вначале. Блин, мне очень, на самом деле, нравится, что с этого всего как-то снимается постепенно. Типа стигма какая-то. Типа просто у тебя поломался кусочек тебя, его надо как-то починить. Чтобы его починить, нужно что-то, ну, принять какие-то химические штуки. Ты их принимаешь необходимым курсом. Бац, ты вроде как починился. И никто не говорит, ууу. Блин, это очень здорово. И ты такая херак, и начала этот выпуск просто с этого. И я такой, блин, мне кажется, типа лет 10 назад вряд ли это было возможно. Ну, короче, это как будто стыдненько было. Мне кажется, что вообще это, ну, важно про это говорить. Я тоже, мне кажется, могу сейчас сказать про свой опыт, потому что я последние два месяца принимаю. Это не антидепрессанты, это нормотимик, как это называется, такой класс веществ. Вот, потому что мне поставили циклотемию, ну, предположитель. Мой психиатр, к которому я пошёл в августе. Прости, а что это такое? Ну, опять сейчас крохород заругается. Насколько я понял, это типа как биполярка. Не биполярное расстройство, но немножко схоже, но не с такой амплитудой, как у биполярки. Амплитуда прослеживалась некоторая. Причём такая давняя. То есть мы, когда я к психиатру пришёл, мы часа полтора просто говорили об моих последних 10 годах жизни. Это было интересно. И я ещё не вышел даже на рабочую дозу, потому что мы ещё медленно её повышаем с психиатром. Но через месяц я прям ощутил, что, во-первых, самое интересное было, что у меня, короче, я к ней пришёл с таким запросом. Я говорю, знаете, у меня ощущение, что... Я не помню, рассказывал я в подкасте или нет. Ну, короче, что все мои эмоции и чувства, как будто я в каком-то очень толстом презервативе нахожусь. Типа я ничего не чувствую особо. То есть ни грустного, ни весёлого. Это как бы клёво, когда, типа, всякое говно происходит. Оно всем видим происходит. Вот. В плане, что ты не сильно чувствуешь. Но в целом, как будто бы и радости ты не чувствуешь, потому что, типа, вообще всё притуплено. И у меня был момент, когда на какой-то четвёртой неделе и я вдруг такой, ааа, я чувствую эмоции яркие. Типа, нифига себе. Типа, как это бывает? И мы с ним потом, ну, созвонились, я рассказал. Продолжаем повышать дозу дорабочий. И в целом я понял, что если бы не это, я бы сейчас, мне кажется, был в очень большом дреме. Типа, если бы этого, походу, психиатру не было и не было бы препаратов. Причём, что это работает очень постепенно. Как будто постепенно разработчики дописывают нужные модули. Или там, ну, типа, убирают баги, которые были, и, ну, типа, чувствуешь себя просто лучше постепенно. И это не какая-то, ну, типа, суперяркая штука. Но, не знаю, я прям благодарен современной психиатрии. У меня, наоборот, у антидепрессантов самый часто встречающийся побочный эффект — это ощущение вот этого эмоционального как-то... Ну, когда... Притупление, да. Причём, ну, то есть, это один из каких-то не мифов, но частые ошибки, что вот там люди, которые не знают, что такое антидепрессанты, думают, что это просто, ну, какие-то седативные штуки, которые тебя, значит, в такое состояние вводят, в котором ты как овощ. Но современные антидепрессанты, последние волны, которые ингибиторы обратного захвата серотонина, они так не работают. Но при этом побочка такая есть и часто встречается. И... Но я сейчас не знаю, на самом деле. То есть, это, с одной стороны, побочка антидепрессантов, с другой стороны, это признак, ну, депрессии тоже, когда ты просто перестаёшь чувствовать сильно хорошее и плохое. А я, ну, всегда... Я вообще там очень интенсивно по жизни переживаю и хорошие, и плохие эмоции. И, ну, для меня это прям как моя сильная сторона. Я всегда на это смотрела, как на какую-то ценность мою, что я могу так глубоко чувствовать и любовь, и ненависть, и всё остальное, да, и грусть, и прекрасные, и непрекрасные. И сейчас, поэтому для меня вот первая неделя была такой прям очень тяжёлой. Экзистенциально, потому что я потеряла какую-то характеристику меня важную, одну из ключевых, которые вот... Мы же все свою идентичность строим, да, на чём-то. Особенно там уж к 30-ти годам точно есть понимание, что вот я такое вот существо вот с такими-то характеристиками. И вот это во мне классно. А тут ты такой начал принимать таблетки и... Блин, и что, в итоге-то, Аня, возвращается вот это чувство себя или пока непонятно? Непонятно. Я пытаюсь наблюдать просто за этим. Я говорю себе о том, что... Я же так как-то по буддизму, да, слегка. И там есть такая практика, которая называется... Аня сидит в ворандуме в этом... Сейчас, если вы не знаете. Есть такая практика, которая называется метта. Это практика любящей доброты, её ещё называют. Это Цукерберг? Нет. Там две ты. Это такая, в общем, медитация, в которой ты добра желаешь всем. И, значит, сначала себе очень сильно добра желаешь, потом любимым самым людям и так дальше, в общем, всем остальным, до кого дотянешься. Вот. Ты там желал добра? Кстати, ну, мне кажется, что да, я периодически всех перебираю. Когда там тяжело, то ты, ну, можешь, правда, добра пожелать только себе там и лучшей подружке какой-нибудь, которую любишь, там, совершенно невозможно. А когда есть силы, тогда дотягиваешься и дальше, и дальше, и дальше. А вот, собственно, вопрос. А надо пожелать добра даже тем, кому сложно желать добра? Ну, в теории, да. То есть она... Если вы понимаете, о чём я. Одному в втором удел. В теории ты доходишь до врагов тоже, до тех, кому ты испытываешь, да, ненависть или ещё что-то. И в итоге, как бы, до всего мира ты пытаешься охватить там весь мир и вообще всё, что есть. Очень хорошая практика, после неё прекрасно себя чувствуешь. И это я к чему? Я к тому, что я вот на ней очень всегда глубоко, как бы, её чувствовала и могла, как бы, копать в себя и в себе эту любовь большую-большую находить, невероятно большую, невероятно глубокую. И как такой большой бездонный колодец, который всегда во мне есть, из которого я могу черпать. Очень странная вещь. Вот когда я начала принимать таблетки, и я продолжала там медитировать, и вот эту практику тоже пробовала. И у меня вот с момента принятия таблеток пропало ощущение этой глубины. И теперь такое ощущение, что это не глубокий колодец, а такая, как бы, ну, вы знаете, как когда какой-нибудь горный ручей, ну, такой уже слегка пересохший, и там, как бы, через воду аж там видно всё, и землю, и всё что-то. Ну, в общем, что-то очень неглубокое и распространённое. И меня сначала это очень напугало, а потом я решила просто за этим наблюдать, потому что это хороший навык, тоже буддийский, наблюдать за этим, за всем. Там интересно, по что это превратится. Но это, конечно, это всё такой процесс, с одной стороны страшный, с другой стороны интересный наблюдение за собой, вот под всем этим, со всем этим. Какие дела, пацаны? Блин, а я на неделе тоже созвонился с психологом. Я это делаю не прям регулярно и не прям часто, но когда что-то прихватывает, есть хороший человек, с которым можно поговорить, возвратиться к каким-то предыдущим темам. Я тут утратил очевидное чувство контроля, потому что я тут в Турции, всё не так. И вот мы с ним думали, как же мне обратно контроль получить. Я нашёл здесь какие-то новые рутины для себя. Например, дико кайфанул с того, что в жилом комплексе, в котором я, собственно, живу, не выходя на улицу, можно добраться до тренажёрки. Она небольшая, как бы немножко всратая. Блин, ну я стал делать это регулярно, через день, и это прям так круто. И это как-то сильно устаканило. Это, мне кажется, один из тех игр, которые вот сейчас у меня есть. Прямо ты такой, через день ты ходишь в Зальчик и херачишь. Класс. Прикольно. Перекликается, кстати, у меня здесь есть привычки теперь появившиеся. Здесь у всех, кто сюда переехал, появляются какие-то свои маленькие штуки, которые, типа, ты делаешь, чтобы, ну, короче, поймать состояние, когда тебе хорошо. У кого-то это поход в любимую кофейню, у кого-то ещё что-то. У меня, значит, это поход на площадь дизингов в Тель-Авиве. Я не помню, рассказывает или нет. Ну, короче, там площадь, где, значит, ты... Там есть лавочки, есть фонтан посредине. Кстати, очень прикольно реконструировали в итоге, потому что раньше там была очень странная херня, где собирались наркоманы. Вот. И всякие личности не очень хорошие. Дальше её перестроили. Там был проект реконструкции. Короче, там стало прикольным городским пространством это место. Там последние, не помню, сколько лет. Ну, типа, лет пять, наверное. И помимо скамеечек, там такой, типа, казон, на котором расставлены обычные садовые стулья. И ты можешь любой стул взять, любое удобное место тебе поставить и сесть. И я, значит, беру себе American Car. Это, типа, холодный Американо. Сажусь на этот стульчик и сижу. Типа, вот это моё занятие. Иногда английский делаю на этом стульчике. И это, типа, одно заземляющее занятие. А второе, я себе три дня назад, уже четыре, получается, купил велик. И это так... Ребята, я, типа, сейчас в день проезжаю по 20 км, в среднем, типа, по, ну, там, из одной кофейни в другую, по городу, какие-то дела, там, что-то забрать. Мне кажется, я сегодня полдня не мог что-то в себя прийти. И только под вечер выполз. И всё равно проехал свои, там, 20 километров. Но, мне кажется, я под... Немножечко крутить педали. Сейчас, наверное, надо взять денёк перерыва. Но в целом велик — это просто... Здесь вообще велокультура такая, что ты себя не чувствуешь каким-то маргиналом. Что ты, типа, по городу гоняешь на велике. Типа, до хера людей на велике гоняют. Ну, как бы, много на самокатах, но в целом, короче, есть там, понятно, не всё покрыто велодорожками, типа, тут есть попросики. Но в целом ты, как бы, не чувствуешь себя каким-то, ну, типа, странным в городе, где много людей на велосипедах. Такое, как бы, обычная вещь. Типа, в Москве себя в целом чувствуешь тоже нормально в центре, но если ты где-нибудь там, типа, едешь по какой-нибудь большой дороге в Москве, то чувствуешь, конечно, как-то себя не в своей тарелке, не совсем в своей тарелке. У меня тут зависть пробирает. У тебя там сколько сейчас температур? Сейчас вечер, сейчас скажу. Где-то 23, наверное. Пошёл ты. А у тебя сколько, Адель? Сейчас 8, утром было плюс 2. У нас 7, между прочим, с Колей. Так что мы выиграли. У меня 5. У тебя 5? У меня 22. Балашиха, Балашиха стынет быстрее. Ну, кстати, очень интересно, тут, с одной стороны, есть такая тема, что вот сейчас классное время в Израиле наступает, и наступил уже, в принципе, уже какой-то ветерочек появляется, ну, типа, в августе и там, в июле, здесь жопа, не пекло, да. Ну, то есть, днём может быть жарковато, хотя я днём даже езжу спокойно на велике, и меня, типа, не кондратья не схватывает. Но в целом дальше будет всё вот лучше, 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 типа, в январе, феврале, типа, с декабря по февраль где-то, здесь, типа, 18-20 градусов днём, вот, это классно. Но вот летом ты начинаешь чувствовать разницу в градус, то есть, типа, вчера было там 34, а сегодня 33, ты такой, о-о-о, можно дышать. Ну, короче, какой-то вообще, я раньше думал, что это всё одинаково, оказывается, немножечко по-другому начинает работать организм и температуру воспринимать. А летом там же вообще, да, совсем от 40? Да, слушай, нормально, все сидят в своих мозганах, в кондиционерах смысле, типа, нормально всем? Ну, типа, да, ты, ну, как бы, не ходишь особо, ну, днём. Вечером ты, ну, как бы, не чувствуешь, что прохладой повеяло, потому что, типа, не веет прохладой. Вот сейчас классно, потому что, типа, можно вечером выйти, и прям какой-то ветерочек приятный. Ну, то есть, это всё равно, у меня ещё внутренне сегодня поймался на этой мысли, что, типа, есть такое чувство, потому что я привык в это время, в году чувствовать упадок природы. И я несколько дней ходил и думал, ну, вот, типа, осень, какие-то тут ещё листья сухие валяются, они, как бы, здесь всегда валяются, ну, типа, просто, типа, что-то отваливается всегда. Потому что они от жары сухие. Ну, типа, да, вот, я такой, вот, сейчас будет. Потом я сегодня вышел и смотрю, а люди вообще, как бы, не всекают, что, б***ь, они такие, типа, всё, б***ь, просто всё ровно, вот. И я понял, что, в общем, да, этого состояния сейчас не будет. Наверное, я что-то похожее почувствую, там, типа, в декабре, в январе. В общем, сейчас это интересное переживание погодное, что, типа, вот нет такой цикличности, есть какая-то другая, видимо, которую мне ещё предстоит узнать. У меня вопросик, кстати, есть к Лёве и к Аделе и к Ване. Коля, сорян, ты в Москве, и я в Москве. Мы с тобой в ожидании ноября нашего. Ненавижу ноябрь. Ноябрь — ужасный месяц. Просто удалить ноябрь, я считаю, что нужно удалить его. Короче, вопросик такой. Социализируетесь ли вы как-нибудь осознанно? Делаете ли вы какие-нибудь осознанные телодвижения, чтобы вокруг себя создавать какой-то, там, комьюнити, не комьюнити, не знаю, ходить на какие-нибудь кружки, там, танцы и что-нибудь ещё? В общем, социальный контакт как выстраиваете? Я могу первым ответить, у меня самый короткий ответ. Нет. Слушай, ну, не то чтобы я... Так, давайте ещё раз. Я сейчас в Турции, на южном побережье. Здесь особая атмосфера, и в Аланье очень-очень-очень много русских. Ну, то есть, чтобы вы понимали, когда ты идёшь по улице, и турецкие какие-то зазывалы или официанты в кафешках, они сразу начинают с тобой заговаривать на русском, просто потому что, ну, а хуй, кто это ещё может быть? Ты там можешь случайно наткнуться на мою маму. Если ты увидишь кого-то похожего на меня, но постарше. Это моя мама. А сильно похожа? Вообще говорят, да. Ну, хорошо. Возможно, пару раз я буду выглядеть как дурачок и такой, а вы Анина мама? И, кстати говоря, ну, Аня такое имя популярное. Возможно, да. Да-да-да. Прокатит, может, несколько раз. Да. И поэтому, ну, социализироваться с местными русскими, ну, типа, любителей курортных городов турецких... Особая публика. Это, ну, типа, особый контингент, да, особая публика. У нас немножко разный вайб. Мы тут с Серёгой, а мы снимаем вместе квартиру, мы социализировались пока что... Друг с другом. Друг с другом. С неким Дмитрием в тренажерке нашей, которая здесь же находится. Нормальный чувак, чуть постарше нас. Он такой, а вы откуда? Он такой, вот мы из Москвы. Он такой, я тоже. Он такой, хотите посоциализироваться со мной? Он такой, да, хотим, давай. Нет. Я не знаю, считается ли это за социализацию, но мы тут нашли Irish Pub. Я, по-моему, кидал в чатик подкаста фоточки с бухлишком. Вот, мы нашли Irish Pub. Там чуваки говорят на английском. Они, кажется, начинают нас уже узнавать. Ну, вот какая-то такая квазисоциализация, то есть специальных каких-то клубов по интересам и чему-то такому пока нет. Возможно, кстати, потому что я всё ещё думаю, что это не навсегда и вообще ненадолго. Вот, у меня как будто всё по-старому. Я дал себе пока что разрешение не думать вот очень серьёзно о серьёзном будущем и там всяких и кометах, и прочих ВНЖ. У меня было несколько примеров, когда со мной пытались социализироваться. Ты такой, нет. Ну, вот так, так, так. Я, например, не помню, может, рассказывал, может, нет. Я просто люблю обедать позже, чем все остальные. Тут все на обед уходят в 11. Чего? Я в 11 только просыпаюсь, можно сказать. Понимаю, где я нахожусь. Я ухожу, опять-таки, где-то, типа, в час. И пару раз, это несколько месяцев назад, наверное, было, пару раз ко мне, короче, подсаживалась женщина и говорит, типа, ты не против, если... Говорит, я мама Ани. Привет. Ну, это был бы поворот. Вот, она ко мне, короче, пару раз подсела и, типа, такая... Ну, я тут, типа, никого не знаю, ты не против, если мы, типа, вместе пообедаем? Ты говоришь, меня ты тоже не узнаешь и уходишь. Ну и... да. Ну и не знаю. Ну, нет, мое интроверское сердечко просто в обморок упало, типа. Я такой, ну, ладно, окей, чё, я человека грубить буду, что ли, типа. Ну, а сам сижу, весь потею, короче, думаю, ёкарный бабай, чё ей надо от меня? Агент совдепа. Это, кстати, реально штука такая, очень генетическая, как будто бы. Ну, понятно, что не генетическая, но это, типа, какая-то историческая память, потому что я часто тут наблюдаю за какими-то вещами, что человек не делает, как-то не открыто относится, не знаю, к окружающему миру, потому что он боится, ну, условно, даже не национальным чем-то, а каким-то спинным мозгом. Типа, вот, я знаю ребят, которые не вешают, пока здесь принято на дверях вешать таблички, включает семья, ну, типа, там, семья, такая-то фамилия, вот, на двери просто квартиры. Есть ребят, которые такие, мы пока не готовы, потому что там придёт ГБшник. Ну, это как бы, я, в смысле, с пониманием к этому отношусь, потому что это просто довольно сложно принять, что, типа, здесь по-другому, что можно своими на почтовом ящике написать, и, типа, это не опасно. Ну, да, я не знаю, ну, я не всерьёз, конечно, но как будто это, да. Подвох я определённо ожидал какой-то, да, типа, это непонятно, как, мне непонятно, типа, как может человеку прийти в голову какая-то потребность подсесть к незнакомому человеку, просто поговорить. Для меня это вообще невообразимо, что такое. Слушай, а ведь шведы же уважают чужие границы, насколько я помню, разве нет? Ну, вот как будто бы это шведка была, да, если интересно. Она, короче, это, аутло. Вообще суперсоциальная. Ну, в общем, да, выяснилось, что она действительно буквально там, это был её второй день на работе, она, в общем-то, это я не первый, с кем она пыталась посидеть и так поговорить. Остальные, оказывается, её просто, ну, типа, говорили, я предпочитаю, там, обедать один, грубо говоря. Я такой, ну, окей, нифига себе. У тебя, видишь, две черты. У тебя с одной стороны появилась тревога, а с другой стороны, ну, неудобно человеку отказывать, типа, русская такая. Ну, как-то да. Ну, не знаю. Ну, у меня это, ну, скорее, татарское гостеприимство какое-то. Ну, и что дальше-то? Поболтали. Ну, мы просто дважды, наверное, как-то вот так вот пересекались на обеде, потому что она тоже почему-то обедала в это время. А после этого, походу, нашла кого-то ещё, перестала. Но мы всё равно постоянно видимся, машемся, разговариваемся. Получилось вот такое вот знакомство, то есть мы иногда на социальном часу можем просто там пару слов перекинуться. Так бы я, конечно, если бы я вот так вот с ней пару раз не поговорил за обедом, никогда бы к ней не подошёл. И сейчас такой ремарк такая, минуточку чётку из-за социальных час. А я рассказывал же, у нас по пятницам компания там предоставляет бухлишко. Это офлайн, да, происходит? Просто вы собираетесь и там нетворкаетесь. А есть какие-нибудь там игры для нетворкинга? Что-то как-то вас знакомят между собой, обменивают там карточки? Не знаю, нет. Нет. Это немножко как-то проблематично будет на 500 человек организовывать такое. Ну, рандом кофе какой-нибудь. Ну, кстати, насчёт рандом кофе. Сегодня буквально я сегодня поучаствовал в ланч-рулет. Это типа рандом кофе, только с обедом, скажем так, опять же. Ну, это я вам честно скажу, я поучаствовал не ради новых знакомств, а просто там кормили бесплатно. Радиопеды. Но я подумал, это не самый плохой способ приманить интроверта. Мне нравится как-то это, знаешь, вот ты вроде говоришь, я отвечу коротко. Нет. Да, это шутка уж была, конечно. Так-то я с кучей народу общаю. Так, ну ладно, что ты поел? Что поел? Я не знаю, как это описать. Это, короче, какой-то салат с киноа и курицей. И всё. И всё? Да, в целом. Нормально. Нормально. И это за такой подвиг, как общение, всего лишь салат. Всего лишь салат за то, что ты перешёл границы интроверта и пообщался. Всего салат. Недорого мои эти интроверты. Где же горячее? Чёрт. Ты точно интроверт? Ну, такой, видимо, продажный. Ну, нас рассадили по столам, перемешали. Ну, в итоге мне попались люди, к которым я уже пересекался. Ну, было забавно. Мне попалась за столом суперобщительная женщина. Другая уже. Выяснилось, что она из Нью-Йорка, и у меня как-то сразу пазл сложился, потому что она прям... Её прямо много. Ну, вы понимаете? Чё-то ты весь в женщинах там. Тип людей. Ну, я не знаю, как так получается. Это не я, блин, я сижу, типа, тихонечко и не отсвечиваю. Потом подошёл парень из Польши, который три года на нас работал через контрактную компанию, а потом его переванили. А, типа он как-то на галерею работал, как принято говорить. Ну, очень любопытно. Блин, мне сложно отвечать на твой вопрос, Аня, потому что... Короче, сейчас очень сложно говорить о том, когда тебе хорошо. Ну, в смысле, что, типа, как будто бы вокруг столько... Ну, знаешь, как будто бы вокруг столько страданий, что когда ты говоришь, что у меня, типа, всё хорошо, это выглядит как выбитый зуб. Ну, типа, очень странно. И просто твой вопрос очень в этом смысле в тему. Я не знаю, я могу не говорить, как мне хорошо. Говори, пожалуйста. Давайте мы решим на берегу. Да говори, говори, чё ты. Я тут как бы тоже не стесняюсь. Короче, про социализацию. Мне кажется, я за последние два года столько не общался с людьми, как здесь я общаюсь с людьми. То есть я каждый день либо кого-то встречаю знакомого, либо специально, типа, вижусь, либо знакомлюсь с новым человеком. Типа, я вчера познакомился впервые, ну, типа, лично увиделся. Мы до этого как-то переписывались. Встретил Илью Бирмана в кафе, где я сидел, работал. Ну, он сейчас временно, насколько я знаю, в Израиле. В общем, да, и мы с ним там что-то ещё думаем про какие-то проекты. Ну, короче, просто прикольно. Я такой, о, Илья, привет, я Лев. Типа, он такой, а, я вот что-то про тебя тоже знаю. Ну, короче, мы с ним как-то знакомы. Короче, у меня всё время это происходит в Израиле. И у меня в целом, я когда приехал 24 сентября сюда, вышел в аэропорту Бен-Гурион, ждал свой багаж, и я сразу... Это супер большая удача. Типа, я почувствовал себя дома. Типа, я почувствовал, что это не какая-то временная штука. Ну, в смысле, это может быть временной какой-то истории, понятно. Как и любая другая страна. Но я почувствовал себя супер дома. И меня это не отпускает пока. Я себя, наверное, чувствую процентов на 80 дома, потому что, ну, как бы, я пока здесь без жены. Вот, это проблема. Вот, я занимаюсь тем, чтобы, в общем, её поскорее сюда можно было привезти, потому что тут есть бюрократия с этим связанная, не очень приятная. Вот, но в целом... Короче, мне сложно, как Ване, рассуждать про временность, потому что у меня контракт на квартиру уже на год. Типа, я подписал на прошлой неделе. И это точно как минимум год. А ты уже в месяц? Вот, нет, ещё, я пока ещё у друзей, она с 15 ноября освобождается. И это тоже, короче, я сюда приехал, у меня ощущение, что я как будто бы четыре года назад в таком же состоянии я подкастерскую делал. Я просто, типа, супер открыт миру. Типа, я решаю вопросики. Вот есть задача, я такой, о, надо так, 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 поговорить с тем-то, с тем-то, с тем-то, и всё получается. Типа, ну, может быть, это сейчас закончится. Я в целом готов, потому что это какая-то светлая полоса. Вот, ну, типа, я нашёл квартиру за 10 дней. Типа, мне мой друг, у которого я сейчас живу, Боря, говорит, что это рекорд. Ну, типа, что, типа, невозможно найти квартиру так быстро. Типа, я вот день смотрел 2-3 квартиры. Я могу книгу теперь написать, как это делается. Опять же, я приехал на опыт ребят, которые до этого 2 месяца искали квартиру себе подходящую. Вот, нашёл классную хату, очень укулёвых хозяев, которые последним жильцам сдавали 7 лет, а позапрошлым жильцам сдавали 12 лет. Ну, то есть, типа, они супер такие, лонг-терм ребята. И это, типа, без риэлторов, без всего. Просто, типа, вот так вышло, что я первый посмотрел эту хату и такой, да, хочу. Типа, это 3,5 комнаты, 2 туалета. Нихерасие! Типа, это не какая-то лакшнель-квартира. А сколько она стоит? А сколько она стоит? Не, она по меркам Израиля. Она стоит 4900 шекерей. Это, типа, 90 тысяч рублей примерно. К сожалению, здесь просто... Это довольно скромная квартира. Типа, типа, 90 тысяч рублей. Вот. И я пока не доходил здесь. А, да? Нифига. Офигенно. То есть, да, это, на самом деле, здесь квартиры, на самом деле, ну, дорогие. Особенно, ну, как бы, опять же, можно уезжать куда-нибудь на север страны, но мне важно, чтобы я был рядом с Троливиумом, потому что здесь, типа, все мои знакомые и друзья, которые здесь. И здесь какая-то деловая активность, чтобы можно было научиться здесь зарабатывать деньги. То есть, я приехал с какой-то подушкой сюда, не очень большой. И дальше у меня, типа, у меня еще тут открылась особенность такая. Если в Москве, если мне попадала какая-то мысль в голову, типа, надо что-то срочно сделать, я себя гасил с жесткой тревогой. Типа, надо сделать, надо сделать. А сейчас у меня появилось состояние, такое, как тумблер, типа, подумаю об этом, не знаю, через 10 дней. И такой, о, все, думаем о чем-то другом. Ну, короче, возможно, это мои таблетки действуют. Но в целом здесь как-то располагает вот не торопиться. Здесь такое слово, которое описывает страну. Одно из главных слов здесь — совланут. Это, типа, такое терпение. Типа, что вот, да, жизнь идет, что-то может не получаться, но ты, как бы, к этому относишься на лайтах, и все нормально. Типа, просто замедлись чуть-чуть. Вот, я это прям очень ощущаю. Короче, в отличие от многих других людей, которые сейчас уехали в вынужденную эмиграцию, кажется, мне повезло, потому что я здесь чувствую просто себя очень в своей тарелке, как будто бы, ну, типа, вот я там, вот такой человек, я себя как будто в этом месте сейчас нахожу, который был четыре года назад, который немножечко чувствовал сопротивление среды, что он такой. Типа, вот я тут со всеми знакомлюсь, там, что-то какие-то придумываю штуки, посмотрите на меня. Вот, а здесь как бы я себя не чувствую каким-то другим. Типа, я просто кайфовал, как будто здесь в целом среда располагает к тому, чтобы вот таким быть человечком. Поэтому, в общем, мне поэтому немножечко неловко, потому что эмиграция вообще-то джофф пиздец какая. И, ну, условно, вот когда Лена сюда приедет, вот для нее это, скорее всего, будет довольно сложный период жизни. Это мы, ну, как бы мы это обсуждаем, и у нас есть план на этот случай, вот, но все равно. В общем, сейчас я ощущаю просто какую-то, ну, не эйфорию, но просто ощущение, что, ну, мне хорошо, спокойно. А да, нетворкинг просто, да жопой жуй, так сказать. Ну, то есть, это я так долго, это все на вопрос. Ну, как бы, а все говорят на русском, с кем ты не творкаешься? Ну, пока да, но я, типа, сейчас, значит, я пока не занимаюсь эвритом, я занимаюсь три раза в неделю английским, чтобы его подтянуть до какого-то нормального уровня. То есть, я все равно много общаюсь на английском, потому что, типа, с людьми, которые не говорят на русском, общаюсь на английском. И у меня становится, ну, как бы, английский улучшается, я прям это чувствую, там, нормально. Я, например, вдруг осознал, что я внезапно начал понимать на слух, типа, 90% того, что говорят, если это, ну, не какой-то суперспецифический английский, а такой, ну, типа, более-менее, там, любой ролик на ютюбе, я из него, типа, не пойму 10%. Это вообще раньше было не так. Я раньше слышал английскую речь, такой паника. Хотя я что-то мог понимать, но, типа, я все равно, типа, стресс чувствовал. А сейчас как будто отпустил. Ну, короче, да, русский, иногда английский. Ну, как бы, я хочу повышать количество английского нетворкинга и меньше русского. Но здесь сюда еще приехало кучу людей, которые очень сильно, с которыми я и так, в целом, ну, условно, хотел бы познакомиться, например, будучи в Москве, но почему-то не получалось. Вот. А здесь они как бы под рукой и, ну, те, кто открыт, они супер хотят с тобой тоже пообщаться и всем не в лоб. Вот. Слушай, прикольно. Знаешь что, Колян, я хочу до тебя все равно доебаться по поводу социализации. Несмотря на то, что... Да меня? Давай. Нужно ли тебе... Сейчас Колян трубку повесит. Такой, пока. Ребята. Да, ребят, на часах у меня по расписанию конец социализации на сегодня. Я, короче, да, время смотреть в стену и грустить. Да, сорян, да, продолжу. Ну, короче, я не знаю, это вопрос или не вопрос. Я могу про себя, коротко сказать, что мне не нужны специальные способы, чтобы пойти в какой-то, не знаю, клуб, где можно с кем-то пообщаться, придумать какой-нибудь там рендом кофе, не рендом кофе. Короче, мне внутренней потребности у меня нет, а у кого-то, возможно, есть. Вот, что у тебя? Вот мне просто, да, типа, хотел на это с такой точки зрения заглянуть. Вот, типа, Лёва сказал, что у него, наоборот, куча людей приехали, с которыми он и так в Москве хотел познакомиться. А у тебя, Коля, нет такой ситуации, что у тебя все твои, наоборот, уехали. Все уехали. Нет, кстати, ну, кто-то уехал, вот, у меня есть пара лучших друзей, и один из них свалил, например, да, заваниваемся, он тоже сейчас где-то ездит, тоже без жены, грустит, в Ереване, по-моему, он как раз. Еще какие-то люди куда-то вот разъехались, но, кстати, достаточно осталось людей, как бы вот, костяк общения, мой основной, он почти весь остался, вот, ну, может, там пару друзей уехали. Но у меня не такой большой круг общения постоянный, и, в принципе, меня это полностью устраивает. Моя социализация, вот, на этом уровне я считаю ее достаточной. Нет, мне приятно с кем-то знакомиться, там, через, там, друзей-друзей, еще как-то вот при случае на тусовках где-то, но я тоже не прилагаю к этому особых усилий, я в этом плане ближе к Аделю, наверное, тоже. Ну, типа, если ко мне подсядут, да, я разговорюсь, и мне будет норм, но сам проявлять инициативу я не особо готов, мне комфортно вот в этих границах. Ну, конечно, жалко, что уезжают друзья. Я вот тоже так думала раньше, но потом поняла, что в целом ситуация, когда ты уезжаешь, она отличается от ситуации, ну, логично, когда ты в своей вот знакомой структуре, да, со знакомыми социальными связями, и когда социальные связи полностью обрываются, то на самом деле вот эта, ну, социализация, поиск, даже, ну, социализация, это дурацкое слово, мне оно не очень нравится, но скорее просто поиск поддерживающих дружеских контактов, в которых, возможно, какое-то глубокое эмпатичное общение, которое, в общем, делает жизни прекраснее. И вот поиск этих контактов, это прям реально навык, ну, то есть это само, к сожалению, не всегда приходит. Бывает, что приходит, но иногда прям реально, особенно, когда вот такое случается, что ты уезжаешь, что нужно прикладывать к этому усилию. Вот, коль ты сейчас сказал, что у тебя лучший друг уехал, я подумала, что это тоже очень интересный вопрос, о котором, кстати говоря, почти не говорят вот сейчас в теме там с эмиграцией, все говорят о том, как находить новые контакты, а вот что делать со своими близкими контактами, с которыми вы разрываетесь территориально, как их поддерживать, да, всё это время, как их не потерять. Про это почему-то не говорят, хотя это чуть ли даже не важнее, что ли, не знаю. Да, это может быть сложно, потому что друг уехал сейчас на ПМЖ, скорее всего, в Ереван, и он надеется тоже уехать в Израиль, да. Ну, блин, я сейчас решаю эту задачу, ну, в смысле, в ней нахожусь. Типа я, ну, по-моему, Вань тоже, да, что вы со Светой пока странами. Да, да, мы пока в разных городах находимся и в разных странах. Вот, и, в общем, это задачка. Ну, как бы, я чувствую, что, ну, мы справимся, вот, но, конечно, это сложно. Ну, слушайте, знаете, что хочу сказать, что это, конечно, в любом случае какое-то испытание, семья, друзья, да, это все, ну, типа, сильно давит такой разрыв, но, вот представьте, что если это произошло бы хотя бы лет пять назад, ну, типа, вот, Zoom, ну, не было Zoom, ну, то есть, он был, но это было как будто, типа, чего, видеозвонок, это что за х**а такая, скайп, что ли, ну, типа, странно, как будто, а пандемия сделала это, ну, типа, совершенно нормальной вещью, и сейчас люди ходят по улице, вот, прям с видеозвонком, никто никого не стесняется, и это как-то немножко примеряет с действительностью. А если бы 30 лет назад, Вань, ты бы заказывал международные звонки, международные звонки? Ой, мы так делали на почте, На почте. Блин, это жизнь. Я так, да, я успел поделать, кстати, так, на почте тоже, звонил из деревни в Москву маме. Подкаст записывал. Да, всем привет, меня зовут Ваня Звягин, и мы сегодня попробуем позвониться маме. это же дорого. Да. Ну, и, кстати, знаете что, у меня же есть еще опыт, один из моих ближайших друзей, Витенька, с которым мы делали, в том числе, подкаст ОЧБ, который, надеюсь, временно, все еще надеюсь, что временно приостановил свое существование. Он же давно уехал в Польшу, и вот мы с еще одним третьим нашим другом, во-первых, это какие-то постоянные переписки в чате, ну, то есть, это как будто такой фон, который никуда не девался. Вот, переписки в чате были, когда мы все выжили в Москве, Витя уехал сначала в Минск, потом в Варшаву, и эти переписки никуда не деваются. Каким-то образом интенсивность вот не снижается, мы типа каждое утро... Вот это интересно, кстати. Да, пишем, типа, ну, привет, что, как ваш? Фотки, дикпики кидайте. Такое у нас приветствие, да. Нет, фотки нет, но это в основном эвфемизм. В основном, мне нравится в основном. То есть, какой-то там дикпик записался все-таки в переписке. Да, 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 и чат называется Bromance, если что. Так что... Как будто у многих так вот, the best корешей какая-то, вот этот гомоподтекст какой-то все время прослеживается. Это нормально. Потому что любовь и дружба — это одно и то же, на самом деле, одна субстанция. Ну да, отношения. Кстати, очень смешная деталь, что, значит, три месяца назад мои друзья репатриировались в Израиль. Мои самые, наверное, близкие мне люди, которые не жена и родители, вот, и я меня ужасно раз... что вот они все в другой стране теперь живут. Теперь мы в одной стране живем. И это, конечно, интересно, как жизнь складывается. Они далеко от тебя? Они нет, потому что они за стенкой, я у них сейчас живу в квартире. Ты так и понял, что надо... А, прикольно. Вот, а когда я буду жить в своей квартире, ну, типа, 10 минут на велике. Так, идеально, да. Кайф. Ребят, сейчас, сейчас я буду рвать формат. Короче, новость, которую я еще толком пока не прочитал, не осознал, но она претендует на звание важной новости, которую мне стоит проговорить. Короче, от доверенного источника под названием ОВД-инфо, которая иноагент полицаемой организации, сейчас мне пришло сообщение, что российские госорганы начали вводить национальные СССР-сертификаты, которые после установки дают возможность читать весь твой трафик сообщения и все-все-все. Выглядит как какая-то паническая ерунда, но обычно ОВД-инфо ничем такого не практикует. Короче, прикол в том, что если зайти на сайт Сбербанка, сейчас читаю прям пост, то у тебя ничего не откроется, и тебе будет поставить сертификат NUTS Минцифры России, и тебе говорят, что это будет стабильная работа сайта, надежная защита, но на самом деле через этот сертификат реализуется атака Man in the Middle, и он дает доступ к твоей истории браузера, к твоим сообщениям, короче, к очень многим вещам, которые... Друзья, а истории сообщений где? В браузере? Ну, типа, с приложения Телеграма, да, 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 в общем, прихват трафика, я так понял, всего, всего браузера идет через этот сертификат, который позиционируется как необходимый для надежности, безопасности, стабильности, и это не только у Сбера, это у других сайтов госорганов такая вот штука, если вы поставите просто не настраивая, не ограничивая, то он получает доступ глобальный ко всему, и в одном посте есть инструкция, где написано, что можно сделать, как можно ограничить этот сертификат, если вам прямо необходимо пользоваться всеми этими сайтами, а им, к сожалению, пользоваться необходимо, потому что, видимо, и госуслуги затронут эта вот штука, я приложу ссылки, посчитайте, и будьте, пожалуйста, внимательны. Вот я сейчас зашла на Сбербанк, и он мне не предлагает ничего установить, но он Сбербанк не открывает небезопасное подключение. А, ну, вот, вот, возможно, это еще развернется, но будьте внимательны, я приложу ссылки, которые мне прислали, самых еще, я вот только поверхностно просмотрел, там есть объяснение подробное и инструкции, что делать, и как снести, если вы что-то поставили. Как проверить, что это у вас есть или нет, и как это снести, если это у вас есть. Я открыл Сбербанк, у меня открылся, но прям большая плашка такая сверху, типа, установите сертификат Минцифры России. Вот, да, об этом сертификате и речь. Ссылки приложу, посмотрите, это, считаю, важно. Блин, жесть. А что, я подписана на ОВД-инфо, но я не вижу там на этой новости. Я тоже не вижу. Это волонтерский бот. А, я на него тоже, ну, у меня тоже есть. Шок-контент, конечно. Ну, вот, мне скинули сейчас прямо где-то в начале подкаста. Мне было очень неохота прерывать этот вайп, но я взял и выдернул всех в тревогу. Ну, простите, это довольно важная хрената. Вообще, вайп был такой терапевтический, а ты взял опять всех это намандражирил. А я взял и выдернул всех, выдернул всех в тревогу. Ну, простите, это довольно важная хрената. Не, это суперважно, в общем, ребята, изучить. А кто-то уже посмотрел, что за сертификат, как он устроен? Типа, что он там реально смотрит, куда смотрит? Я не успел, я только вот смотрел, что по ссылке много инфы и вот, ссылки будут. А вообще, дела мои хорошо. Я досмотрел, я досмотрел, лучше звоните соло, это чудный сериал, немножко поугас концу шестого сезона, но он все еще чудный. Я купил себе новый звонок на дверь, смотрите, эра. Там 35 мелодий или даже 36. Там нужно установить сертификат Минцифры? Я не знаю, если там нужен сертификат Минцифры, может он получит доступ. Блин, нет, нет, он этот, он не под кураторством Минобороны сделан, нет, это просто звонок. И я хотел сказать, у меня был квест, я проковырял кучу магазинов в поисках звонка, на которой можно поставить свою мелодию, потому что есть игра Bloodborne, вот помнишь, когда ты, короче, в начале, вот там эти вот все местные чубки, которые не склевелы, ты подходишь, они можешь так, нам чат, away, away, я хотел поставить вот эту вот, источный крик, away, away, да, ну, потому что гостеприимство. Я бы поставил этот из мема, который, дед такой, из окна выглядел, вы кто такие, идите на хуй? Я не нашел, даже на китайских каких-то Алиэкспрессах, я не нашел этой штуки, хотя было бы так классно, это вряд ли как-то дорого сделать в серийном производстве. Пришлось купить звонок Эра, но там 35 мелодий, надеюсь, я найду подходящую, да. Из бригады, Стасия из бригады, не, из бумера. Димон! Димон! Одна рекомендация, я не могу ее не упомянуть, я прошел на этой неделе игру Скорн, и всем рекомендую, ну, вы знаете Ганса Руди Гигера, верно? Угу, я как-то знаю. Вы знаете Томуша Блексинский, или как его там, постоянно забываю. Все, забавный прикол, я сегодня общался как раз с чуваком из Польши, и он сам его имя не сумел с первого раза произвести. Вот, в общем, 10 лет разрабатывали игру, которая вообще выглядит просто как живые полотна Гигера, вот там, эстетика чужого, вот этого все, вот, супер невероятный визуальный экспириенс, очень скучная так себя сделанная игра, но невероятный визуальный экспириенс, но она коротенькая, всем рекомендую. Блин, можно я то, что давайте там все что-нибудь порекомендуем? Я просто тут, я не знаю, может кто-то из вас тоже послушал подкаст, выпуск подкаста Насти Красильниковой, который называется «Ученицы», это спин-офф подкаста. Я решил, что я пока не буду его слушать, потому что меня разъебут. Да, спин-офф подкаста «Дочь разбойника», очень крутой подкаст, и вот этот весь сезон, который называется «Ученицы», он просто потрясающий, он дико жесткий, там про харассменты, насилие и домогательство в школьных элитных лагерях для детей. На примере Лэша, это летняя экологическая школа, в которой преподают профессора и студенты из биофака МГУ и других школ. Дикие, дичайшие истории, почти невозможно слушать, но, с другой стороны, невозможно оторваться, это просто какая-то потрясающая журналистская работа. Я прослушала весь сезон подкаста, за один день, просто не переставая, я не могла остановиться, я слушала выпуск за выпуском, это потрясающе сделано, и это всем очень нужно послушать, потому что удивительный вообще мир, вот так живешь в своем пузыре, а оказывается, есть люди, которые вот думают, что спать со школьницами и это нормально, и вообще, ну то есть даже, ладно. А потом они еще, эти люди говорят, что типа, ну просто не было новой этики, и это было нормально, а сейчас уже ненормально, и ты, блин, ну и на самом деле там правда очень важные вопросы про власть в отношениях, и даже, ну, не только про школьниц, не школьниц, да, тут уж ладно, может быть, вы понимаете, это, да, просто вот очень-очень важная штука и очень круто сделано. Я тоже рекомендую, это вещь, которую я посмотрел две серии, но потом я себя осознанно остановил, потому что я попал в жопу абсолютную, но это сделано мега круто. Это BBC-шный документальный фильм, который называется «Раша», в общем, это 1985-1999, «Травмазон». Фильм про Россию с начала перестройки до прихода к власти Путина. И это дико крутая документалка, которая сделана очень нетипично. Она реально сделана как такая, типа, документ или фильм без присутствия голоса автора, который там что-то рассказывает, какую-то свою позицию, еще что-то. Это просто такая нарезка из видеосюжетов, очень как бы со стороны снятых часто. Там мама провожает сына в армию, а сейчас в этот момент Афганистан. Типа, вот потом раз, и там просто какой-то кухонный разговор, потом раз, типа, Курехин сидит на кухне и говорит про Амаров что-то с кем-то. Ну, короче, вот такой. И там такое, получается, воскутное одеяло из сюжетов, и ты как бы примещаешься из какого-то в менее, потом в супер какую-то классную часть этого времени. И это вот так все происходит. И периодически есть подписи, типа, что это такое. Ну, типа, условно, там идет Горбачев и какие-то его на последнем, по-моему, одном из последних съездутся, как ПСС, типа, его челы, и там написано, типа, этих чуваков называют номенклатура. Вот. Ну, типа, то есть это абсолютно без, ну, понятно, что позиция автора в верстке этого, потому что сверстать можно по-разному. Но в целом ты попадаешь в какой-то такой адский кисель и рефлексию о том, как устроена Россия, что просто, ну, не знаю, я все это время очень хорошо спал, потом я на ночь посмотрел две серии и такой, что-то я это как-то не могу. Я сейчас решил это отложить, но сделано это просто мое почтение. Блин, ну, что, надо всем советовать, давайте я книжку вам посоветую. Да, только, стой, прости, если вы хотите посмотреть эту штуку, ссылка будет в описании, но вам нужно будет там зарегаться и нужно это будет делать с великобританского, конечно, с английского VPN, ну, типа, серобак выбирать в Великобритании, иначе не пустят. Все. Да, есть такой нюансик. Книжка. Так вот, книжка это научная фантастика, ее написал Адриан Чайковский, она называется «Дети времени». Завязка пока что, я неглубоко ее еще прочитал, завязка такая, 2000 или 3000 какой-то там год, люди путешествуют уже к другим планетам и добрались до терраформирования, переделали планету, на которую в попытке поиграть в богов закинули, хотели точнее закинуть кучу обезьян и какой-то специальный вирус, который ускорит их эволюцию. Но что-то пошло не так. В момент, когда они отправляли это все дело, обезьяны сошли с орбиты, сгорели, вирус попал вниз, повлиял на паучков, которые там уже жили как просто, ну, типа, составляющие какого-то там биома. И паучки начали... Там все человеки-пауки, да? Нет, паучки начали эволюционировать, а потом такая жесткая склейка, мы оказываемся в каком-то корабле-ковчеге, который летит уже тысячу лет по Микуда, а все человеческое нахуй вымерло, и я такой, ничего себе завязка, вот это круто. Вот, видимо, они вот эти последние люди и паучки в какой-то момент встретятся, и будет весело. Крайне рекомендую. Блин, звучит как какой-то лютый мыша планеты обезьян и звездного десанта, и этого фильма, где двое летят, как это пассажиры, где, короче, размораживаются двое. Да, просто такой мышат. Есть еще этот смертельный планета Гарри Гаррисона, да. Ну, короче, пока вообще топ. Всем советую. У меня, на самом деле, есть еще одна небольшая рекомендация, но супермаленькая. Короче, я тут это тоже подкаст послушал товарища дяди Баира. Для знающих людей это Хидео Кодзима. Любимый дядя Бурят. Дядя Баира. Вот. Они замутили эксклюзивный подкаст на Спотифае. И, честно, неплохой продакшн, я вам скажу. Типа, охереть там бюджетик, я так прям чувствую, это прям слышно. Мне отдельно понравилось. Во-первых, он там зовет к себе суперкрутых гостей, он там Джордана Пилла позвал на интервью, потому что ему фильм Ноуп понравился. Он там Маморо Си позвал, который аниме «Призрак доспехов», например, создал. А последний его выпуск был про его любовь к музыке, и он рассказывал про свою любовь к Ван Гелесу. Группе Любе. Может, и к Любе бы в следующий раз рассказал, но пока Ван Гелес. И мне отдельно понравилось, ну, типа, эксклюзивность на Спотифае дает определенные, видимо, преимущества. В частности, они сделали, разбили этот подкаст на главы, и в перебивках между главами играли целые композиции музыкальные, которые сам Кодзима выбрал. И, честно, ну, просто прикольно сделано, особенно, когда в приложении смотришь, и там на такие главы разделено прям как в Ютубе, например. Это очень классно. Я вот слушаю сейчас подкасты про музыку на Яндексе, Планетроника подкасты про электронную музыку. Они, короче, берут какой-то город и говорят про стиль, который там зародился или там активно развивался. И это все здорово, но бесит, что они не вставляют музыкальные фрагменты. Они говорят, типа, вот это в плейлисте, и потом ты вставляешь плейлист, слушаешь и вспоминаешь, что как. Это вот подбешивает. Я понимаю, что там, видимо, это дистанционное разрешение, то-се. Ну и, наверное, это не партнерский, да, подкаст на Яндекс.Музыке? Нет, это Яндекс, это партнерский подкаст, и они говорят, что на Титой и России у нас есть разрешение использовать, но при этом ничего не вставили. Ну, кстати, странно, потому что... Хотя я слушал подкасты Арзамаса про музыку тоже одно время, про историю музыки. Там вставляли фрагменты. Да, я же редактировал подкасты про поп-музыку, научим меня плохому. Который тоже делался вместе с Яндексом, совместно с Институтом Музыкальных Инициатив, кстати, который закрылся буквально на днях. Блин, он такой... Да-да-да, к сожалению, они переставили работу. Не знаю, может быть, они вернутся в каком-то новом обличье когда-нибудь. Вот, ну да, и в подкасте мы вставляли кучу попсы. Вот, да. Я советую. Ну, в смысле, подкасты прям мои рекомендации еще одна. Что, снова развеселились? Адель, давай, пока не поздно, пока никто не взбросил. Закрывай эту лавочку. Грустняшку. Делай свое дело. Дорогие слушатели, мы подразумеваем, что вы уже все такие замечательные котики и порекомендовали наш подкаст своим друзьям и пошли, там, пять звездочек на Apple подкастах поставили или, там, комментарии на Кастбоксе. Вот, мы подразумеваем, что вы все это уже сделали. И вы можете сейчас задаться вопросом, типа, о боже, у меня возникает неистовое желание им продолжать помогать. И как я могу это сделать? Но, не беспокойтесь, мы, типа, все продумали. В общем, у нас есть странички на Патреоне, если у вас есть зарубежная карта, и на Бусте, если у вас есть карта русского банка. И вы можете там подписаться, это совершенно не обязательно, и, по сути, в общем-то, мы просто будем очень благодарны, но вы получите возможность слушать подкасты чуть-чуть пораньше, по пятницам. И еще доступ в какой-то там суперэлитный чат. Какой-то там. Между прочим, не какой-то там, а турбо-мега-суперчат. Супер-хобо-прайм, да, чат, да. Когда ем бодрее, да. Да, да, царян. Какой-то очень суперчат. Но пока что вас не очень много, к счастью, может быть, или к сожалению, но, в общем, у нас есть возможность пободреть у вас каждого лично, чем я сейчас и планирую заняться, при этом на скорости. В общем, большое спасибо. Вадим Галушка, Сэдлор Монбородский, Богданов, Твердос Муродов, Александр Лиан, Константин Ульянов, Стив Йоба, Уиспер, Юрий Гагарин, Альфреди, Станельян, Карина Дудка, Альпака, Артем Шевченко, Артур Балицкий, Бака подкаст об аниме, Виталий Волынский, Грачек, Дэн Длинное имя, которое не помещается в табличку, Дмитрий Логинов, Евгения Давыдова. Кто это? Максим Сафонов, Настя Смирнова, Фермяк, Соленый уши, Раньше был другой АК, Савла Постолов, Тот, кто покинул Омск, и Чарли Свон. Кто это? Это человек. Очень прикольно, что как будто бы эта нейросеть пишет каждый раз этот текст, типа, и это на самом деле так и есть. Ну, в общем, почти, да. Большое спасибо, что подписываетесь. Да, спасибо вам большое. Что, кажется, формат норм, кажется, получается. Да. Ну, опять же, ребята, скажите, как? Как вам? Да, нам очень норм. Комментируйте отзывы. Сейчас очень важно то, что мы от вас получаем, потому что мы находимся посреди эксперимента. Пишите, пишите больше отзывов. Сегодня как-то получилось обсудить не какие-то отвлеченные темы, а прям бляха насущные. Те темы, которым, наверное, каждый наш слушатель сталкивается сейчас. Пишите, если вам нравится. Если не нравится, тоже пишите. Ну, все. Чмоки. Пока-пока. Пока, Ситя. Пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова